На прошлой неделе мирноизнанка Украина начал исследовать прошлое и будущее, которые одновременно существуют сегодня. И наше путешествие во времени продолжается. Здесь прямо какая-то капсула времени. Экстремальная экспедиция в прошлое. Столетиями существует эта шахта, десятилетиями её не проверяли. В любую секунду может что-то обвалиться. Спуск в соляную шахту, который более пяти веков. Такая деревянная старая лестница без страховки не хотелось бы. Если какой-то обвал, что-то случилось, всё, никто тебе не поможет. А также будущее, которое создают шахтёры из Солидара. Осторожно, включаем. И сколько нам это в объёмах даёт? 220 тонн в день. Уникальная сверхсовременная украинская разработка, которая изменит жизнь людей в будущем. Всё это выглядит уже технологиями будущего. Заглядываем туда. Украинцы в топах. И уже возвращают к обычной жизни украинских военных. Торжественный момент награждения. Сергей получает кубок, который полностью заслужил. Прошлое и будущее. Наше путешествие по Украине продолжается. Мир наизнанку с Дмитрием Комаровым. Украина. Мы на Прикарпатье, в Драгобыче. Его называют городом, в котором вся соль. И сейчас мы узнаем, почему. Друзья, как вы думаете, где я сейчас нахожусь? На первый взгляд, это что-то такое заброшенное, запущенное, очень старое, неработающее. Но нет, это уникальное место, которым можно гордиться. Это старейшее действующее предприятие в Украине и одно из старейших в Европе. И здесь изготавливают соль. Только представьте, соль здесь добывают с 1390 года. Почти за столетие до того, как Колумб открыл Америку. В этом здании шахта, построенная в 1473 году. И что самое интересное, она до сих пор работает. Нас встречает Оксана, работающая в Соливарне технологом 43 года. 1473 год, верно? Введена в эксплуатацию эта шахта. И она до сих пор работает? До сих пор работает, да. Беспрерывно, можно сказать, при любой власти. Ну вот как так? Секрет в том, что эта шахта построена из дерева. И это дерево настолько пропитано рассолом, что оно уже не портится. Рассол, друзья, это жидкость с огромным содержанием соли. И когда ее потом нагревают, воду выбаривают, остается соль. А это что? Это станок-качалка. Принцип работы, как нефть выкачивали. Металл, в отличие от дерева, соли не любит. К сожалению, коррозия очень разъедает. Вы видите, здесь металл. Мы, видите, опустили трубы из нержавейки на 44 метра. А, просто обычный насос? Глубинный. То есть, друзья, вот эта наподобие нефтяной качалка, она сейчас не работает. Шахта под нами. Сейчас современный насос помогает доставать из нее жидкость, в которой много соли. И так рождается уникальная драгобыльская соль. Раньше работники по лестницам спускались на дно и доставали рассол ведрами. Но уже почти сто лет эту работу выполняет насос. Сегодня под надзором спасателей планируется спуск на глубину. Туда, где людей очень давно не было. Добрый день, здравствуйте. Владимир, очень приятно. Очень приятно. Спасатели начинают подготовку. Это первый спуск людей за сколько лет будет? С 84-го года. То есть, впервые за 40 лет туда спустится человек? Да. Ну, рискованно, слушайте. Это очень рискованно, мы так боимся. Какая у нас сегодня миссия может быть? Учитывая, что так все сложилось, что мы можем спуститься? Что мы можем сделать полезного для драгобыльской шахты? Мне очень интересно, с какой глубины начинает стекать рассол. Какова интенсивность, как выглядит. И очень прошу, чтобы оператор тоже зафиксировал, в каком состоянии крепление. На каждом этапе есть такой балкончик, в каком он состоянии. К спуску готовы. Серьезно так? Сейчас у нас будет возможность хорошо рассмотреть, как недра земли отдают людям рассол, так называемый. То есть, жидкость с максимальной концентрацией соли, из которой потом делается соль. И здесь уникальные места, здесь природа так сделала. Что рассол сам образуется без вмешательства человека. Мы с вами неоднократно снимали в мире и в Украине, как обычно делают морскую соль, к примеру. То есть, воду из моря заводят в бассейны, где она испаряется, и остается соль. А тут не надо воду из моря заводить, тут... Просто течет. Такая вода, вот она просто под нами, под землей. Да, течет, будто река. Но это не река, это такая миграция по геологическим разломам. Сюда поступает уже концентрированный рассол. А о чем это говорит? А говорит это о том, что там, где мы сейчас находимся, в Карпатах, когда-то было дно океана. А потом были перемещения тектонических плит, росли Карпаты. И там, где сейчас Карпаты, оказывается, раньше когда-то было дно океана. И поэтому там есть соль. Эксперты налаживают спусковой механизм и начинают работу. Глубина шахты 50 метров. Вниз ведут 12 этажей. Состояние лестниц неизвестно. Мы сразу идем с веревкой на случай какого-то обвала, да? Да, чтобы было постоянное прослушивание на веревке, потому что это опасная зона. Первый пошел. Как вас зовут? Иван. Иван? Есть. Иван быстро идет вперед, чтобы проверить состояние лестниц и перекрытий. Я готов. Вот уже. Давай. Есть площадки до пятого уровня. Шестой немного деформирован. И уже есть вот этот. Затопление? Рассол. Да, Рассол. Ты на дне уже, да? Да. Захожу на последний. Уже на пятый этаж спускается. Оператору разрешают спуск. Санек, пошел. Так, плавно выдаем. Поехали. Осторожно, чтобы не ударились. Сначала нагрузите веревку. Все, я готов. Друзья, начинаются приключения. Нулевой этаж. Минус первый этаж. Стою на древесину, которой сотни лет. Это, друзья, настоящий эксклюзив. Давайте все еще внимательно рассмотрим. Такое ощущение, что я какой-то титаник рассматриваю. Соль. Соль. Всюду соль. Ну что, самое интересное там внизу. Я поехал дальше. Держите? Держу. Нагружайте, тетя, шнурок. Есть. Нагрузил. Минус первый этаж. Минус второй этаж. Здесь просто какая-то капсула времени. Фантастика. Эти формы создавались десятилетиями. Здесь важно взвешивать каждое свое движение. Ведь за годы на лестнице образовались скользкие соляные наросты. Посмотрите состояние. Это уже старая древесина. И это только минус второй этаж. Сань, вот так давай туда вместе заглянем. Вот. Можем увидеть. Шахта очень глубокая. Но дальше мы уже можем видеть воду. Так, ну что, пошли дальше. О, здесь уже интереснее. Здесь деревянная такая старая лестница. Здесь действительно без страховки не хотелось бы. На голову уже капает. Минус второй этаж, минус третий этаж. Чем глубже спускаешься, тем больше влаги. И здесь уже почти идет дождь. Здесь все вокруг мокрое. Готов дальше. Минус третий этаж, минус четвертый этаж. Если вот так подсветить, можно увидеть тоже такие образования на лестнице. Уже даже не видно света. Только голоса слышно. О, Саня обвал сделал. Осторожно. Все хорошо. Видите, обвал был маленький. Это Саня наступил вот на эти образования, на лестнице. Они обсыпаются, видите? Покажу вам. Можете рассмотреть, как выглядит этот сталактит, образованный из смеси почвы, соли. Ты чувствуешь себя путешественником во времени. Очень круто. Нам надо спешить, потому что здесь уже вот такая самая опасная зона. Убедиться в этом можно, посмотрев в этот угол. Посмотрите, в каком состоянии лестница. Все осыпается. Если какой-то обвал, что-то случилось, все, никто тебе не поможет. А там у вас последний уже, да? Да, Дима. Спускаемся. Минус четвертый этаж, минус пятый этаж. Вот здесь хорошо понимаешь, что соль – один из лучших консервантов и спасает деревянные конструкции от разрушения веками. Строители прошлого использовали крепления из дуба. Так что теоретически такая шахта может простоять и тысячу лет. Один для меня. Спускайтесь. А там вода уже, да? Да, там уже затоплено и видно. Дальше спуститься нельзя. Там камеры, если подсветить, видно, что уже подтопило, и доски эти подгнили и упали вниз. А давай посмотрим камерой, Сань. Здесь уже настоящий дождь. Дальше лестница в неудовлетворительном состоянии. Спуститься нельзя. Мы на максимально возможной глубине. Это минус пятый этаж. На уровень ниже все затоплено рапой. Вот так посмотрим. А вот здесь уже хорошо видно жидкость. Выглядит как прозрачная вода. Температура ее где-то 10 градусов. Но это не обычная вода. Это вода, как в Мертвом море. Когда пресные подземные воды попадают на залежи соли и касаются ее, со временем очень медленно образовывается природный рассол. Здесь никого не было 40 лет. В чем опасность? Опасность в том, что мы не знаем, какие доски внизу. А если смотреть наверх, видите, у них там вроде бы все нормально. А внизу, так как там уже долгое время вода, даже от испарения, от всего остального доска может просто сгнить. То есть теоретически здесь может быть в любую секунду обвал, да? Да, во-вторых, здесь не за что зацепиться. Ладно, ну что, нас попросила самая опытная работница снять видео. Максимально мы саня это сделаем, покажем, передадим. Это уже и есть исследование. Это дрельсина 1473 года. Вот сейчас вы видите, на меня капает вода. Сейчас мы поднимемся наверх и покажем вам, как из этой воды появляется драгобльская соль. Из шахты соленая вода попадает сюда, в огромный бассейн. Сложно поверить, но он тоже деревянный. Вот пошла очень активно соленая водичка. Мне кажется, вот я сейчас даже языком касаюсь воздуха и соль. Да, и это все соленое. И даже прикоснитесь к этому дереву. Оно без занос, оно как... Слушайте... Как бархат. Вот кажется, что вчера полировали, да? Полировали, да. А это 200 лет, да? А это 200 лет. Потому что соль. Да, и такой деревянный гвоздик. Вот видите, здесь нет металла, нет гвоздей, потому что металл не выдержит. Поэтому гвозди деревянные, все стыки деревянные, все строилось с учетом того, что металл нельзя. Чудодейственную силу соли здесь замечают не только по бархатным поверхностям, но и по работникам, которые, как говорят, болеют исключительно мало. Здесь очень полезно для организма. Поэтому в планах есть даже создание оздоровительного спа. То есть вы думаете, что один из таких бассейнов можно как спа-салон старинный сделать? Да, как старинный спа-салон. Представьте себе, друзья, вот такой бассейн, и в него ныряешь. Лечебный эффект, как в Мертвом море, в Израиле, в Иордании. И будут приезжать тысячи людей. Будут. Чтобы лечиться, чтобы оздоравливаться. Конечно. Туристов здесь немало. До пандемии Соливарню посещали почти 5000 человек ежегодно. Но есть нюанс, который портит впечатление гостей. Позвольте быть очень откровенным. Предприятие крутое, технология уникальная, историческое. Но вот где мы идем. Тут хочется, чтобы немного камера сейчас показала общий план. Это историческое здание, да? Да. Это же шахта. Шахта. Но видите, какая черепица. Какая черепица. И сюда приезжает много туристов? Много. Вот расскажите, как туристы реагируют? Особенно иностранные. Бывали такие туристы, как, например, из Гонконга. Они не захотели идти по грязи. Не пошли вообще? Не пошли. Мне было очень неприятно. Турист приезжает в белых кроссовочках. Хочет их сохранить белыми. Да. Я был в Гонконге, поэтому понимаю, там такая чистота, что, конечно, для них это шок. Но хочу обратиться к украинским туристам. Друзья, если вы бываете в районе Драгобыча, заезжайте. Несмотря на то, что мы видим, здесь есть на что посмотреть, и вы не пожалеете об этом. А когда бываете, обязательно фотографируйте, выкладывайте и обращайте внимание и на положительные моменты, и на отрицательные. И так вместе мы сможем что-то изменить обязательно. Потому что, если мы будем об этом говорить, это обязательно рано или поздно изменится. Я думаю, какое-то такое решение. Да, да. И быстрее дорожки будут сделаны. К сожалению, сегодня одно из старейших предприятий Европы в ужасном состоянии. Хочется верить, что его удастся сохранить. Ведь мало где в мире, и точно больше нигде в Украине, не найдешь технологии, которая практически не менялась в течение 600 лет. Да, это действительно впечатляет. С 14 века и до сегодняшнего дня соль на этом месте добывали и добывают одним и тем же способом. Сейчас мы в самом центре солеварни, где из солевого раствора, так же, как и когда-то в Средневековье, на дровах вываривается соль. Вот я вижу такая огромная ванна. Это называется Панва. Там 106 градусов. Вода начинает испаряться, и мы будем сейчас вытаскивать те кристаллики, которые образовываются из этого рассола. Вот это очень чистая соль. Во-первых, она из природных рассолов, которые образовались где-то 20 миллионов лет назад, когда еще здесь не было Карпат, а было море. С ума сойти. Сколько вы сказали миллионов лет назад? Где-то приблизительно 15-20 миллионов лет назад. Друзья, просто 15-20 миллионов лет назад на этом месте, где сейчас Карпаты украинские, было море. А можно попробовать немного свежей соли? Обязательно. Это очень вкусно. Класс. Видите, она чистенькая, блестит. Она даже на свете начинает так блестеть. Выберите. Как такой идеальный снег. Так, слишком много соли будет, буду толстым. 4 грамма можно. Врачи рекомендуют, не больше. А я сколько съел? Да немного, чуть-чуть. Круто. Круто, правда. Соль вкусная, горячая и хрустящая. Чтобы она выкристаллизировалась из рассола, нужно от 1 до 3 часов. Здесь сейчас у нас соливар. Здравствуйте. Дмитрий, а вас как зовут? Андрей. Вы сколько лет работаете? Где-то 24. То есть вы так берете и подтягиваете? Чтобы не размывалась соль, тяну очень легонько, потихоньку. Надо вытягивать полностью всю пангу. Боже, какая красота. Как снег свежий. Очень красиво. Хотите, попробуйте. Вот так понемножку подтягиваем. Просто вот делаю это и пытаюсь осознать, что приблизительно так же здесь делали именно в этом месте 600 лет назад. Теперь дотягивайте до конца. Теперь до конца. Видите, какая красивая соль? Завораживает. Какие кристаллы. Просто хочется съесть, как мороженое. Так можно. Мы сейчас такую рассыпчатую соль делаем. А раньше была такая топка. Набирали сюда соль и так толкли. Вот сюда. И толкли, набивали, переворачивали и сушили на печках. На гербе Драгобыча есть 9 таких топок соли. И выходит такая топка. То есть это ваша сувенирная продукция, да? Да, да. Соль наша была на вес золота в Средневековье. И сейчас, я думаю, она на вес золота. Вы понимаете, почему? Да. Вот после того, как оккупирован Солидар... Солидар, да. В Солидаре находится крупнейшее соледобывающее предприятие Украины «Артем Соль». До полномасштабной войны именно оно обеспечивало практически все потребности украинцев в соли, которая с Донбасса шла еще и на экспорт. В 2021 году перед полномасштабным вторжением «Артем Соль» выпустила почти 2 миллиона тонн соли. 200 километров тоннелей соляных. Масштабы шахты такие, что здесь приходится перемещаться вот на автомобиле. Вот и что у вас здесь происходило? У нас была паника. Все сюда хлынули, сразу хотят много соли. Так что мы построили в верхнем цеху Панвы и еще здесь достроили. И мы почти в три раза увеличили добычу соли. Сколько сейчас добываете? В среднем 55 тонн соли в месяц. Как для Украины это мало. 55 тонн в месяц – это 660 тонн соли в год. При среднем потреблении одним человеком 4-5 граммов в день, Драгобольская солеварня может ежедневно обеспечивать солью 400-500 тысяч человек. Это приблизительно население Николаева. Казалось бы, много, но если сравнить с объемами производства, к примеру, «Артем Соли», это очень мало, меньше 1%. Следует добавить, что до оккупации «Солидар» был крупнейшим поставщиком соли в Украине. Вот здесь кладут мешки, в которые насыпают соль влажную. И как в пещерах, вы можете посмотреть, как образовываются сталактиты. Ну-ка, давайте посмотрим на сталактиты. Ух ты! Прямо в пещере находимся. И сталактиты, и сталагмиты здесь. И сталагмиты, да. Атмосфера невероятная. Как и сотни лет назад, соль в соливарне пакуют в мешки и везут сушиться. Недавно еще лошади возили. А почему же лошадей убрали? А он был уже старый и на пенсию ушел. А сейчас такой трактор. С прицепом от «Жигулей». А давайте мы с вами залезем сюда. Можем? А Иван нас отвезет. Мы будем все в соли. Знаете, что напоминает? Как казаки соль добывали. Вот так соль приезжает дальше. Здесь у нас как раз есть центрифуга. Это как стиральная машинка. То есть, друзья, в принципе, все очень-очень понятно. Из-под земли достают раствор с большим содержанием соли, дальше выпаривают воду, остается соль. Но в ней все еще слишком много влаги. Поэтому эту соль высыпают в центрифугу. Она как стиральная машинка. Раскручивает лишнюю воду, выбрасывает вот сюда. А дальше соль отправляется на сушильную линию. Мы ее еще увидим. После центрифуги в соли все еще остается небольшой процент влаги. Поэтому дальше ее отправляют в сушильный барабан. Там засыпают мокрую соль, и уже здесь выходит сухая. Вот здесь можно увидеть уже финальный продукт. Вот. Вот она. Здесь соль и измельчается до состояния песка. Далее конвейерная лента везет мешки на расфасовку. Но кристаллы тоже оставляют. Их считают деликатесом и отправляют в рестораны. Вот соль высыпают сюда. Она поднимается наверх. И дальше распределяется на порции. Открывается крышка, и одна порция высыпается. И дальше соль пошла сюда, вниз. А здесь уже пластик, который утюжками склеивают. И формируют порции. Сейчас я поймаю одну. Вот, еще горячая. Кухонная, отваренная, ядированная драгобыльская соль. Еще горяченькая. Теперь финальные штрихи. Пачки соли пакуют для отправки. В лучших традициях крафтового производства это делают руками. Это наши девчонки. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Это госпожа Стефа. Это самый старший наш работник. Стефа, с какого года вы здесь работаете? С 66-го года. С 66-го. Помните, как пришли сюда впервые? Помню. Пришла фасовальщицей. Первый день поставили с женщиной. Я встала и заворачивала. Поработала, и на следующий день, говорят, выйти на работу. И потом работала машинистом. На автомате. Машинистом и бригадиром. Почти вся моя жизнь прошла на заводе. Как вы думаете, какое будущее должно быть у этого предприятия? Должно развиваться и должно работать. И это история. Я думаю, что оно не должно погибнуть. Оно должно работать. Стефа работает на соливарне почти 60 лет. Позвольте приобщиться к вашей работе. Давайте. Раз. Вот так, вот так и надо. Видите, друзья? Вот такой девайс. Потому что каждую пачку обязательно надо проколоть. Вот так. Чтобы вышел воздух. Да, да. И все это поехало в супермаркеты, в магазины и к вам на кухню. Из Драгобыча. Стефа, Марийка, Оксана, спасибо вам. И вам спасибо большое, что вы приехали к нам. Вам подарочек. Подарок? Спасибо. Еще горяченькая соль Драгобычская. Да, тепленькая. Удивительно, как этой немногочисленной команде удается развивать старинный завод по добыче соли. Несмотря на то, что место с огромным туристическим потенциалом разрушается на глазах, вековые технологии поражают. А в сотнях километров отсюда такая же немногочисленная группа мечтателей воплощает в жизнь уже другие технологии, современные. В 18 веке средняя продолжительность жизни достигала чуть больше 30 лет. Сегодня с развитием медицины мы можем доживать и до 100. А в будущем, по прогнозам, будем жить еще дольше. Но насколько качественной будет такая продолжительная жизнь, если тело изнашивается и болеет? Ученые решают эту проблему. Сейчас никого не удивишь зубными протезами или кардиостимуляторами. Но развитие искусственного интеллекта обещает настоящую революцию в сфере технологий, которые позволят нам жить качественно, несмотря на болезни, старость и травмы. Одно из таких изобретений будущего мы сейчас покажем. В этом помещении в центре Киева создается один из самых инновационных в мире бионических протезов. Ежегодно изобретатели придумывают и воплощают в жизнь самые удивительные идеи. К примеру, этот браслет. Он в буквальном смысле читает мои мысли. Не верите? Вот я сейчас думаю о том, что хочу согнуть ладонь в руках. Нервная система передает этот сигнал мышцам, и пальцы сжимаются. Но не только мои пальцы сжимаются. Этот браслет специальными сенсорами передает сигнал роботизированной руке. Смотрите. Вот. Она повторяет движения. Как это работает? Мысли дают импульс мышцам, а прибор считывает эти сигналы при помощи специальных датчиков. Окей. Ну что, друзья, впечатляет? Это изобретение украинское, сделанное украинцами в Украине и для украинцев. При этом впечатляет это весь мир. К примеру, этот протез даже был на обложке журнала «Тайм». В 2022-м в своем традиционном рейтинге очень влиятельный американский журнал признал украинскую роботизированную руку одним из лучших изобретений года. Сегодня мы попытаемся понять, чем же поразили Запад украинские разработчики. Все это выглядит уже технологиями будущего. Это бионический протез руки, призванный заменить потерянную конечность. По сути, он воспроизводит естественные движения для того, чтобы ампутипациент мог взаимодействовать с предметами, что-то брать, держать и работать с этим. Управляется с помощью датчиков. И сейчас мы работаем над улучшенной системой управления с искусственным интеллектом, которая будет изучать пациента и подстраиваться под него. А как искусственный интеллект помогает? Он может подсказывать пациенту, учитывая данные с датчиков, что он хочет сделать в следующий момент и давать ему уже готовый жест под это. Это изобретение новое, поэтому пока такая украинская роборука есть только у нескольких десятков человек во всем мире. Сотрудница стартапа Елена – одна из них. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Дмитрий. Елена. Очень приятно. Я вижу, вы с таким же интеллектуальным протезом. Да. Как давно вы используете его? Около двух с половиной лет уже. А вот у вас за два с половиной года дошло мастерство управления этим до какого-то высокого уровня? Я им делаю всё. В том числе, я не знаю, складываю оригами, делаю украшения из мелких бусин. А можете показать что-то наглядное? Тачпад, клавиатура. На самом деле, очень просто и удобно. Аналогично обычной руке. В принципе, мне это не было сложно с самого начала. Такое ощущение, что я всегда ею пользовалась, и не было этого до, на самом деле. А скажем, вот здесь я тетрадь у вас вижу. Вы можете перелистать при помощи? Да, конечно. Такие элементарные вещи. Да, это легко делается. Просто мы переключаем хват, который нам необходимо. Там, я не знаю, можем взять карандаш. То есть вы можете сердечко нарисовать? Да, конечно. Скажите, я извиняюсь, а можно спросить, как случилось, что у вас нет руки? С рождения. А вот до того, как вы пришли к роботизированному протезу, вы каким пользовались? Пользоваться я начала с бионики. И мне сразу удалось им управлять с первого дня использования. То есть силы моих мышц, учитывая, что рука была абсолютно нетренированная, их было достаточно. И когда я впервые увидела этот протез, даже до того, как я его надела, я поняла, что это моя правая рука. Просто она еще не на мне, но это часть меня. И сейчас это больше, чем просто протез, выполняющий функцию биологической руки. Это такой технологический гаджет, инструмент, дающий даже больше возможностей в сравнении с биологической рукой. Потому что он сильнее, выносливее, он не устает. В том числе это еще и стильный аксессуар. Идея создания умной робота-руки пришла в голову украинцам не случайно. В стартапе верят, что самой важной технологией, созданной человечеством ближайшие 30 лет, будет именно электроника внутри человеческого тела. Есть ли здесь какие-то зарубежные детали? Да, есть. Как правило, это электроника. Платы мы заказываем в Китае, а сборка происходит в Украине. И моторы. Потому что моторы довольно специфические, маленькие и мощные. Теперь разработчики планируют создать для людей еще больше интеллектуальных имплантов. У нас в планах разработка всей руки, то есть включая локтевой сустав и плечевой сустав. Разработка умной ноги, которая будет подстраиваться под особенности ходьбы. И экзоскелет. Он для чего нужен? Когда у человека есть конечности, но из-за каких-то проблем он не может ими двигать. Мы, кстати, с Саней экзоскелет тестировали в Японии. Этот роботоскелет, который помогает ходить тем, у кого парализованы ноги, была травма позвоночника. Вот есть у нас пульт в виде наручных часов. У тебя есть зазор в 3 секунды. Нажал кнопку «Идти», приготовился, взял костыли и только после этого пошел сигнал «Идти». Раз, два, три. Ой, он начинает вставать. О, чудо! Оно меня подняло само просто. О, друзья, реально, реально он идет вместо меня. Главное не потерять равновесие. То есть полностью идет управление компьютером. Ребята, идите, пожалуйста, рядышком со мной, чтобы я, если вдруг что, смог остановиться. То есть это идет уже независимая работа вот этого робота, этого компьютера, который передает движение моим ногам. И сейчас, собственно, как бы я ни сопротивлялся, или если я полностью расслаблю ноги, они все равно будут двигаться, и я буду идти. Чудо! Тогда мой вывод был таков. Это хорошо, это, скорее всего, будущее, но нужно очень много доработок, потому что было тяжело, откровенно говоря, тяжело. Мы можем сделать лучше, чем японцы? Обязательно. Именно для более простого управления украинская роборука и оснащена искусственным интеллектом. Технология позволяет пользователям выполнять практически все бытовые и профессиональные движения. А еще уникальный протез, сверхлегкий, и весит всего 380 грамм. Почти столько же, как и рука человека. В этой версии протеза пока нет гидрозащиты, поэтому мыть посуду или принимать душ с ним нельзя. В следующей модели это уже должны усовершенствовать. Сколько стоит такая рука? Для рынка США она стоит 25 тысяч. Долларов? Да. А для украинского рынка? Бесплатно для военных. Получить чудо-руку, к сожалению, непросто. Сейчас их изготавливают всего 15 в месяц. Для увеличения производства нужны немалые деньги. Поэтому, чтобы получить такой протез, все равно нужен спонсор. Сегодня мы познакомимся с человеком, которому среди сотен желающих повезло получить инновационный протез. Добрый день. Добрый день. Очередине не видели. Как вас зовут? Сергей. Сергей, очень приятно. Сергей – профессиональный военный и гонбалист. Раньше он пользовался механической правой рукой. Давайте поздороваемся. Ну, я такой юморной, я просто уже привык к этому. Я сначала боялся, стеснялся ее надевать вообще, ну, закрывал. А летом жарко, получается, выхожу на улицу, думаю, ну что я буду париться. Вот так взял, надел и хожу. Все только смотрят. Я извиняюсь, а можно я посмотрю ближе? Можно. Ну, он двигается за счет этой тяги, получается. Можете, когда, например… Это простой механический, да? Да, он называется тяговый. Вот. Где-то, например, руку вперед делаете, за счет тяги она открывается. А, открывается, да? Да, или вот тут плечо можете двигать. Так же, например, что-то взять. Переворачиваете. Да, вот. Раз. Сейчас. Вот, взяли. А можно я спрошу вас, при каких обстоятельствах произошло это? Мина взрывная. Лепесток. Шли на позицию, получается, ну и не шли, а ползли. И в траве. А там же трава, понимаете, уже высокая, ее не увидишь. И слава богу, что я занимался спортом. Я до войны играл в гандбол. За ветеран. И благодаря спорту, я знаю, я сделал первое необходимое, все, чтобы закрыть кровотечение, чтобы остановить его. И сразу к группе эвакуации. Как вы сделали? Вы рукой сделали? Рукой, потому что не было времени. Потому что там все было открыто, вырвано. Вот так, как банан разорван. Если не секрет, какая это область? Донецк. Бахмут. Хирурги были очень хорошими, потому что сразу мне сделали такую операцию, чтобы можно было делать протезы. Протезы? Да-да-да, дома же было тяжело. Почти ночами не спал. С такой травмой думал, что дальше делать? Что труднее всего было? Труднее всего было адаптироваться. Что будет дальше? Что делать, когда у человека нет кисти? Одно спасало. Я левша. Человек подо все подстраивается сам. Вы говорите, человек ко всему привыкает. Вот, например, мы в Эквадоре снимали девушку, у которой нет обеих рук и одной ноги. Ее током ударило в детстве. И продолжает жить, научилась даже телефоном управлять одной ногой. Вы так бегло поднялись по лестнице. Телефоном пользуетесь одной ногой очень-очень легко. Еще я очень люблю плавать. Вика, очень впечатляет. Да, очень сильная нога. Очень. Сколько ты можешь проплыть? Понятия не имею, но я очень люблю плавать. Жизнь продолжается, она одна. Я же говорю, если остановишься, ничего не будет. Я собираюсь возвращаться назад, помогать нашим пацанам, которые там на передке. Настройка протеза под пациента длительный и кропотливый процесс. Протезисты и разработчики никогда не знают, сколько именно времени он будет продолжаться. Протез состоит из трех частей. Внутренний куксоприемник, в котором расположены датчики, внешняя несущая гильза и розетка. Она несет нагрузку, которую передает пись. Кажется, фиксация прошла успешно. Теперь протез надо настроить. Для этого понадобится специальное приложение. Туда уже загружены самые распространенные движения. К примеру, нажим, хват двумя пальцами, держание бутылки, сжимания. Остальные пользователь сможет настроить самостоятельно. Попробуйте закрыть и открыть. Не открывает. Нет, вы видите, вы напрягаете сразу две группы мышц. Держите так, чтобы по одной было. Расслабьте. Положите на стол. Подождите немного. Когда вы хотите сменить действие, вы просто расслабляете и делаете следующее. Закрывайте. Раскрывайте. Давайте попробуем сжать. Попробуйте сосредоточиться. Сейчас расслабить руку и закрывайте. Закрыть. Так, теперь раскрывайте. Хорошо. А возможно довести контроль до приближенного к идеальному? То есть, чтобы ты подумал, что хочешь двигать одним пальцем, и будет двигаться именно один палец? Или такого не будет? Это будет. И мы работаем над такой системой. Но на данный момент, как продукт, она требует доработки. Естественно, процесс настройки непростой и длительный. Важно, насколько четко подогнан протез. В правильное ли место попали датчики. В то же время, даже при идеальной настройке руку протез все равно не заменит. Ну, за рулем ездить можно. Вам главное за рулем, да? Да езжу на машине, на механике. Пользователь может создать себе любую хватку, как раз под коробку, чтобы переключать, чтобы ею оперировать вот так. Удобнее. Только что нет одного движения. Три пальца. Ну, вы поняли, Дмитрий? Я понял. Это, кстати, первое, что настраивает пользователя, да. Первое, да? Да. Это джест? Да, да, да. Чтобы научить протез реагировать мгновенно, нужны ежедневные тренировки. Сергей сразу пробует задачку со звездочкой. Контроль силы сжатия. Эта задача сложнее. Требуется средоточение. Однако со второй попытки Сергей справился. Тут уже на самом деле хорошо выходит. Потому что у некоторых людей это действительно может занимать часы и недели. Телефон там полазит. То есть это может даже помогать управлять телефоном? Сенсорная чувствительность есть на всех подушечках. Пользователь может пользоваться любым смартфоном. Чувствительность есть. Просто супер. Впереди у Сергея длительный путь адаптации к роборуке. Но через месяц мы встретимся снова, чтобы своими глазами увидеть, действительно ли сверхсовременная разработка изменила жизнь военного. А сейчас мы отправляемся на Закарпатье, чтобы снять эксклюзивные кадры еще одного уникального производства. После оккупации города Солидар Донецкой области в 2022 году и уничтожения предприятия Артем Соль, обеспечивавшего большинство добычи соли в Украине, у нас появилась большая проблема. Где брать соль? Но решение нашлось. Вот за этим забором мы видим не только живописный горный хребет, покрытый снегами и льдами, но и новое производство, появившееся в 2023 году. Если все пойдет по плану, то масштабы производства здесь будут приблизительно такими же, как и на Артем Соли, и Украина будет обеспечена белым золотом. Это тереблянское месторождение. Еще год назад на этом месте было нетронутое поле. Всего за 12 месяцев предприятие разработало шахту и начало добычу соли. А уже вскоре планируют обеспечить ею всю страну. Добрый день. Добрый день. Можно к вам, да? Слава Украине. Героям слава. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Дмитрий. Сергей. Так вот, с первого взгляда сразу, что мы видим? Во-первых, соль. Это основное. По цвету я вижу, что она такая серенькая. Да, есть такое. Это первая продукция. Это именно техническая соль для промышленной переработки. После нашего визита на старейшую солеварню мы решили показать вам и это предприятие. Вы увидите первые шаги солепроизводителя, у которого есть амбиция стать крупнейшим по добыче в Украине, пока не вернется Артем Соль. Кстати, белое золото здесь лежит неглубоко, местами всего в 40 метрах от поверхности. Поэтому есть все шансы быстро достичь цели. Это наша шахтерская. Так, ну все, я переодеваюсь? Да. Так, все, готовы. Пошли. На Артем с Олей мы спускались на лифте. О, вот мы и уже и пошли. На глубину. Чувствуется, что закладывает уши. Вот, друзья, 265 метров. А здесь мы заходим в такой тоннель, который под углом идет вниз. Под углом 14 градусов. У нас есть ствол, который мы вскрыли породу. Так, а ствол это? Это шахта. Именно пункт выдачи соли на поверхность. То есть вертикальный есть горизонтальный. То есть мы горизонтальным. А вертикальный ствол, условно говоря, как на Артем Соле, это лифт спускается вниз. Да, да, да. На огромную глубину. Там метров 500 было, да? Вот это ствол горизонтальный. Угол 14 градусов. И как далеко? 450 метров общая длина. Ну что, пошли вниз, да? Да, идем. По вертикали эта глубина будет 50 метров сейчас. Мы прошли только половину этого ствола. Мы часть уже забетонировали, чтобы вода не попадала в шахту. Основной враг, естественно, Соли, это вода. Наша экспедиция в закулисье Тереблянского месторождения настоящий эксклюзив. Место еще почти неизвестное, не разрекламированное. И вы одни из первых, кто видит эти кадры. Мы зашли в соляные залежи. Это уже соль, да? Вот они, видите? Да, я вижу. Вот. Вот это уже соль, друзья. Соль. И вот мы заходим уже, где пачка соли над головой. То есть уже достаточно соли над головой. Вот здесь уже открываешь рот и чувствуешь на языке, и внутри рта уже соль. Это все пыль из соли. Ребятка, дай воздух на шахтах. Сейчас была команда добавить воздуха, и мы увидим, как этот рукав станет большим. Смотрите, как надулось, и пошел воздух. И будто снег пошел. Очень солено. Свежий воздух, позволяющий работать именно в забое с постоянным свежим воздухом, притоком. Здесь все очень напоминает Артем Соль. Вот вспомните, как это было. Сниму маску, чтобы вам было лучше срочно. Не, я не могу снять. Невозможно решать. Именно с Артем Соли сюда, на Закарпатье, приехала и треть местного коллектива. Сотрудников соляного гиганта из Солидара специально искали и приглашали на эту работу. Похоже, пережитое даже прибавило солидарчанам азарта работать еще больше, ежедневно добывая белое золото. Это наши ребята. Добрый день. Добрый день. Дмитрий. Руслан. Дмитрий. Очень приятно, Дмитрий. Сергей. Очень приятно. Дмитрий. Дмитрий. Тоже Дмитрий. Николай. Очень приятно. Я слышал, многие из вас с Артем Соли. Да, я из Артем Соли. А можно на ваше лицо посмотреть? Да. Когда вы переехали сюда? 1 июня прошлого года. Сколько лет вы проработали? 13,5 лет проработал в шахте в Артем Соли. А вот теперь вы здесь, на Закарпатье. По вашему мнению, в чем отличие? В чем плюсы? В чем минусы? Что интересно, что шахту начали с самого ноля, с самого, можно сказать, чистого поля. А в Артем Соли, там уже раньше до нас проработала шахта уже 140 лет. Артем Соли. Вы когда выехали из Солидара? Я выехал из Солидара, когда мы отгрузили последние остатки наработанной продукции. Это были последние дни. Мы запросили подвижной состав на железной дороге. Отгрузили вагоны в понедельник, а во вторник уже поступило железной дороги. Команда вернуть весь подвижной состав, загруженный пустой, потому что уже инфраструктура была разрушена. Мосты взорвали. Уже некуда было направлять эти составы. Вы помните, когда впервые узнали и увидели, что все, нет предприятия. Все разбито ракетами, авиабомбами. Это так, будто у тебя руки нет. Будто фантомная боль такая, что у тебя болит. Вот так болит и душа за предприятие. Это неравнодушие. Ты ведь не просто там работал. Я там родился. И поэтому для меня, как и для многих из нас, это очень больно. Очень больно. И очень больно, понимаете, не за само предприятие, за здание, а за месторождение. За ним сейчас никто не следит. Происходят неизвестные процессы. Непонятно, чем они закончатся. Неконтролируемое поступление воды в соляную шахту. То есть ваши прогнозы? Что там теоретически сейчас может быть? Может быть затоплено? Я допускаю. В отдельных рудниках у нас и в довоенные годы мы постоянно откачивали воду. Почти два года вода совсем не выкачивается. Это очень плохо. Если вода не выкачивается, чем это? Размывание залежей, потеря их прочности и провалы. Образование провалов. То есть просто разрушается все, что было сделано? Просто разрушится ни одна шахта. Они между собой соединены, сетью выработок. Вы точно помните эти подземные залы? Там даже воздушный шар взлетал. Подземный театр, подземная церковь, соляная и много других уникальных локаций. Подземная гостиница. Этому дереву 270 миллионов лет. И этот древний храм подземный в солевой пещере уникально. Сразу видно, что это санаторий, потому что, внимание, во что мы упираемся? Это сетка. Волейбольная сетка. Соль отсюда забрали, съели, а сюда повесили зеркало, вешалку, занавесочки и кровать. Круто. Все это, скорее всего, затоплено. Я допускаю, что такие процессы уже начались. Залежи соли в этих местах открыли еще более 200 лет назад. В 1956 году при СССР провели геологическую разведку, чтобы построить завод, но планы тогда отложили. Вот это буровая машина и простым языком, друзья, вот вокруг нас пласт соли. Представьте себе, например, торт Наполеон, он слоями. И также здесь почва. Есть слой земля, глина, а есть соль. Мы находим этот слой и вот такой машиной просто разбиваем эту породу. Вот такую смесь, маленькие камушки. Можно хорошо рассмотреть при помощи фонарика, какая здесь соль. Есть часть абсолютно идеально прозрачная, а есть часть с вкраплениями. Вот исключительная возможность прикоснуться к этой профессии. Так и есть. Ну что, можем попробовать? Да, давайте. Осторожно. Включаем. Включаем нашу шарошку. Включили. Берёте этот рычаг? Да. Принцип работы очень прост. Гигантская установка разбивает стену и превращает пласт соли в мелкие соляные камни. Так, всё понятно. Машина шикарная просто. Эта машина изготовлена на Ясиноватском заводе, который сейчас, к сожалению, тоже оккупирован. А сам машинист один из работников, приехавших с Артём Солей развивать новое месторождение. Как, кстати, вам после жизни на Востоке жить здесь, на Западе? Здесь природа очень интересная, красивая. Климат, конечно, не такой, как у нас. Здесь более влажно. Что говорит российская пропаганда, что на Западной Украине вас съедят? Да, так говорили ещё давным-давно. Я вижу, не съели точно. Точно не съели. Улыбка есть. Друзья появились здесь уже очень много. Он здоровый, просто ему не трогают. Какие у вас планы на жизнь? Жить дальше. Жить здесь? Работать, да. Уже здесь. А вам ещё нужны работники? Конечно. Сейчас есть возможность через нашу программу обратиться к работникам Артём Соли. Приезжайте, если вы готовы. Мы готовы вас принять. Мы помогаем жильём. И в целом это классный коллектив. И как директора я горжусь, что работаю с такими людьми. Будем очень счастливы, если хотя бы один человек с Артём Соли, у которого нет работы, приедет сюда, на Закарпатье. Очень живописный, красивый край и найдёт здесь работу и развитие. Возвращение к любимой профессии. Это первая проба пира, да? И сколько нам это в объёмах даёт? Мы даём 220 тонн в день. 220 тонн в день, но это, я извиняюсь, в 100 раз больше, чем, к примеру, Драгобыч. Ну, получается, да. Другая соль, но в 100 раз больше. Да-да-да. А сколько ваша цель? 450 тысяч тонн в год. Это 40 тысяч тонн в месяц. Если активно добывать здесь соль, так как вы планируете, на сколько лет, десятилетий или даже веков здесь хватит запасов? Очень много. Мы за 50 лет только отработаем маленькую часть проекта. Можно добывать. Здесь запасов соли не меньше, чем в Артём Соле. Здесь больше миллиарда тонн. Как вы думаете, какова перспектива этой профессии в Украине? Мы на самом деле страна одна из богатейших в Европе полезными ископаемыми. И у нас есть что добывать под землёй. Вы как директор предприятия, которое уже этим занимается, для молодёжи, которая может сейчас задумывается, чем заниматься. И кому-то может нравиться такая профессия. Вот что можете сказать? Надо, чтобы было рабочее место для такого человека. А там дальше спрос и предложение. Нам постоянно будут нужны такие люди. Мы будем обучать их в дальнейшем. То есть у нас можно будет и учиться. Он придёт, попробует, ему понравится, и он останется и будет работать. Большое вам спасибо. Не за что. Надеюсь, увидится ещё и здесь. И там. И там, в Солидаре тоже. Хорошо. Хочется верить, что всё-таки так сложится. Да, хочется верить. И мы увидим, Артём Соль, увидим Солидар. То есть, друзья, мы набурили этой породы, вот она, здесь её очень много, и теперь её надо загрузить в вагонетку и поднять наверх. Для этого вот конвейер. Сейчас всё это будет затягиваться и в вагон. Осторожно, включаю. Сейчас финальный аккорд. Эта вагонетка выезжает и очень скоро эта соль уже будет использована. Пока для технических целей. Например, посыпание дорог. Но очень-очень скоро она будет и пищевой. Это только первые шаги нового предприятия, которое будет существовать ещё сотни-сотни лет. Местные работники умеют показывать максимальный результат за минимум времени. Так что можно уверенно сказать, что дефицита соли в Украине больше не будет. Я помню, когда оккупировали Артём Соль, были очереди за солью в магазинах, ажиотаж. Это решение открыть это предприятие пришло после того, как произошли события на Артём Соле. Мы вообще планировали другой метод. Он более длительный и дорогой. А в марте 22-го года мы поняли, что всё. Собрали группу наших специалистов и приняли такое решение, что на самом деле есть возможность вот так быстро, это достаточно быстро, построить. То есть пока техническая соль? Да. А когда будет пищевая? Это будет 2025 год. Можно сказать, что это место не просто даёт надежду, оно даёт гарантию и показывает, что украинцы могут адаптироваться к любой, даже самой сложной, ситуации. и из любой ситуации всегда найдут выход. Я видел много подтверждений этому, а в течение последних двух лет об этом говорит весь мир. Это, понимаешь, разговаривая с людьми каждый раз в любом месте, во время съёмок в больших городах и в отдалённых сёлах. Сегодня в Киеве мы снова встретились с Сергеем, воином и спортсменом, который после потери руки на фронте получил бионический протез. Прошёл почти месяц, и сейчас мы посмотрим, как настроил свой протез наш новый друг Сергей. Сегодня у него, кстати, особенный день. Здравствуйте. Добрый день. Сергей. Ваш сынуля? Ну да. Как зовут вас? Костя. Можно посмотреть, как вы уже настроились? Да. На пальчник, потому что нужно уже палец менять. Менять палец, да? А что такое? Да вот, где-то зацепил его. Где-то зацепил, да? Да. Сразу видно, что работает протез. Ну да, сказали, не жалей я и не жалею. Он же у меня просто как родной. Зверь-машина. Это механика? Механика. Справляетесь? Поехали? Ну да. Вы видите? Так, заводим. И выезжаем. Вы так едете уверенно? Ну а что? Я уже наездил с этим протезом. Жена сначала боялась. Как ты будешь с ним ехать? Да молча чего? А вообще, если взять впечатление за месяц, по десятибальной, сколько вы бы дали этому? Так как он производится у нас, то десять баллов. Куда мы едем? В спорткомплекс. Сегодня там будет проводиться турнир. То есть сегодня первый матч? За два года. Первый гандбул? С такой травмой, да. Какие предчувствия? Нормальные. Сергей в гандбуле со второго класса. Был игроком в Суперлиге. Тренировал собственную команду. Сегодня впервые, после потери руки на фронте, спортсмен снова планирует выйти на игровое поле. Спасибо. Ну что, пойдем поздороваемся. Здорово. Вот что это? Ты бросит скидь, или что? Да. Здорово. Здравствуйте. Будем бегать. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас сегодня важная игра. Здравствуйте. Добрый день. Ну все, пошли в зал, Костя. На вид наш герой исполнен решимости. Но на самом деле, никто не знает, сможет ли он играть с протезом. Будем сейчас пробовать. Сейчас я его настрою. А что вы перенастраиваете сейчас? Как-то зафиксировать хватку, когда мяч ловить. Что, можно даже ловить, да? Да, вот. Режим спорт. Сейчас вы просто сделали, что рука вот такая и не двигается, не реагирует. Не реагирует на датчики. То есть, видите, иногда надо так. Ну а вот, можно потрогать, да? Пальцы мягкие. Вообще бомба. Уже можно, давай. И все, и нормально. Это очень впечатляет. Ну что, нормально? Нормально. Вообще, я даже не ожидал, что так будет. Первый тест пройден. Однако впереди реальный ганбол, где нужна скорость, гибкость и динамика. От таких нагрузок роборука может выйти из строя. Но, несмотря на риски, Сергей таки хочет сыграть с командой. Иду переодеваться. Пока Сергей переодевается, Костя хочет какой-то секрет рассказать, так, чтобы батя не слышал. Когда он тогда потерял руку, это была мина. И он своим телом прикрыл своих товарищей от взрыва. А так мог пострадать не только он, а и все его товарищи. Он не рассказывал нам этого. Потому что он сам не помнит, что тогда было. Это мне мама рассказала. Костя мечтает увидеть папу в игре. И, конечно, волнуется. Даже больше, чем сам Сергей. Интересно посмотреть, как вы завязываете шнурки. Это, наверное... Самое такое, да. Я уже научился. Вот, видите, даже шнурок держится полностью искусственной рукой и полноценно работает со шнурком. Возвращение блудного сына, да? Да, я же говорю, ты долго без ганбола не сможешь. Я знаю. Я знаю его характер. Он никогда без ганбола жить не будет, без спорта. Он был сильнейшим игроком после того, как узнал, что Сергей пошел защищать нашу родину. Я поддерживал с ним связь. Приходит известие, что он, во-первых, сначала сказал, что травмирован. Тогда, конечно, был шок. Я же еще не знал, что и как. А потом уже пришла информация, что он остался без руки. Конечно, у нас чисто профессиональная, рабочая, конечно, стилей нет. Потому что я правша, он левша. Но у него правой нет. А он левша. Так что сейчас увидим. Будет играть. Дорогие друзья, рады вас приветствовать на нашем сегодняшнем турнире. После того, как Штефан Серега потерял кисть, после длительного перерыва, сегодня он впервые примет участие. В турнире Серега тебе хорошей. Посмотреть турнир пришли и болельщики. Но похоже, их внимание, как и наши с костей взгляды, приковано к одному человеку. Есть. Он забил первый гол. Это очень-очень вдохновляет. Поздравляю вас с первым голом. Спасибо. Какие эмоции сейчас? Эмоции класс. Многие боятся, руки делают. А что? Нет, так нормально, только два года не бегать, то как будет, я не знаю. Еще будете выходить, да? Да-да, сейчас мы выходим. Вот только что еще один забил. Насколько Сергей активный, мотивированный, как он носится. Он уже забил несколько мячей. И понимаю, что только жажда жизни, желание жить, может в любой ситуации давать продолжать полноценную жизнь, даже если есть инвалидность. Сергей подает пример тысячам людей, которые, к сожалению, из-за войны потеряли конечности. Или по другим причинам получили инвалидность. Он полноценный член команды. К нему и команда относится как к обычному игроку. Ему не делают поблажки какие-то. Нет, играют на равных со всеми. Мотиватор, настоящий мотиватор. Ребята, завершился наш очередной турнир. У нас сегодня такая номинация «Лучшее возвращение». Штефан Сергеев. Поздравляем! Торжественный момент награждения. Сергей получает кубок, который вполне заслужил. И, видите, даже берет его робо-рукой. Поздравляю вас. Позвольте пожать вам руку. Ваши впечатления. Скажите, вот первое. Супер. Рад, что вернулся. Спасибо вам. Вы вдохновляете. Вы пример. Пример Сергея доказывает, что у украинцев таки есть суперспособность. Это удивительная сила духа. А когда она подкреплена сверхсовременными технологиями, складывается впечатление, что нас на самом деле ничем не остановить. И беспрецедентные вызовы, которые теперь приходится преодолевать, только усиливают эту украинскую суперсилу. Смотрите в следующем выпуске «Мир наизнанку Украина». Взяли в плен Комарова. Теперь это не Комаров, а пленный Комаров. Годовщине полномасштабного вторжения. Там было очень важное задание, чтобы Русня не смогла больше стрелять в Харьков. Экспедиция в детство, которое воруют у наших детей. В Бахмуте прикольно. Я знал, как идти в садик, знал, где рынок. И каким образом все мы можем его вернуть. Есть запрос. Говорят, чтобы я остался пожатым. Честный взгляд на войну глазами тех, кому хватает смелости говорить откровенно. Цитаты приводить, что они говорят. Не хочу, чтобы у меня, например, сын или жена страдали когда-то. Путешествие, которое заставит переосмыслить наше будущее. У них на столе стоят фотографии погибших родителей. Это необычайно мощно и очень лично. У нас есть шанс сейчас вырастить лучшее поколение в истории. То самое поколение, которого эта страна очень давно заслуживает. Мир наизнанку с Дмитрием Комаровым. Украина. Продолжение следует...